МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости дня в студии Татьяна Штиллер. Здравствуйте. Корреспонденты ОРТ готовы рассказать о самых заметных событиях города и области. Сейчас коротко некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 18-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Оренбурге. Подготовку к нему обсудили в правительстве области. Неоценимая помощь. Девушки-волонтеры освоили пошив теплой одежды, которая поможет мобилизованным оренбуржцам пережить холода. Около 2 тысяч оренбуржцев переехали из аварийного жилья. План по расселению перевыполнен. Колбасы, бастурма и другие деликатесы. В областном центре состоялся смотр мясной продукции. Оренбургская сборная в четверке сильнейших в Санкт-Петербурге проходит юниосское первенство России по настольному теннису. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Режим ограничений на полеты 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 ноября, сообщает Росавиация. Это касается воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, а также Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в России Ермеком Каширбаевым. Основной темой для обсуждения стала подготовка к 18-му форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Он пройдет в Оренбурге 28 ноября. В Оренбург прибыли и сотрудники Министерства экономического развития России, а также и представители правительства Республики Казахстан. На деловых площадках обсуждаются актуальные вопросы взаимодействия и социально-экономического сотрудничества регионов России и Казахстана. Эти аспекты станут основными моментами во время проведения форума, который послужит отправной точкой для нового этапа взаимоотношений между двумя странами. Президент придает у нас очень большое значение именно общению между регионами и общению с регионами. В этом залог успеха нашего сотрудничества и продолжения. Потому что на федеральном и на республиканском уровне можно договориться сколько угодно, но пока регионы между собой не начнут общаться. Поэтому проведение данного форума очень актуально. Конечно же, это большая честь принимать соответствующий форум. Несмотря на то, что сроки сжаты, у меня нет сомнения, что мы успеем вместе подготовиться. Российско-казахстанский форум проходит с 2003 года и стал традиционной площадкой, где встречаются администрации регионов, представители бизнеса и экспортного сообщества. Сотрудничество постоянно расширяется. В этом году объем взаимной торговли Оренбуржья с Казахстаном превысит 335 миллионов долларов США. По сравнению с прошлым годом он увеличился в полтора раза. В Казахстан поставляют свою продукцию более 170 предприятий области. Основа оренбургского экспорта – продукция топливно-энергетического комплекса. Также экспортируются черные металлы, минеральные товары и продовольственные – подсолнечное масло, злаки, мясо, мука, яйцо. Из Казахстана в Оренбургскую область импортируют каменный уголь, дизельное топливо, металлы, наземный транспорт, механическое оборудование, чай. Неоценимая помощь. Девушки-волонтеры в швейном цеху освоили пошив теплой одежды, которая поможет мобилизованным оренбуржцам пережить холода. Вместе с теплом женских сердец одежда отправится тем, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции. Идея поддержать бойцов на передовой пришла оренбургским волонтерам пару месяцев назад. Активисты, собрались на базе Дмитриевского мужского монастыря, получив благословение митрополита и приступили к работе. Количество добровольцев в социальных сетях уже насчитывает более 200 женщин, многие из которых непрофессиональные швеи и занимаются пошивом бесплатно, свободное от основной работы время. Если даже взять по одному комплекту, девочки отшивают, 20 комплектов в день отшивают. У нас есть конкретные люди, кому мы передаем. То есть это батальон «Пятнашка», мы его передаем с байкерами «Ночные волки». Это казаки казачества «Рубеж», это «Яик». Кань для пошива термобелья поставляют спонсоры крупной компании, перечисляют денежные пожертвования и простые оренбуржцы. В комплект термобелья входят кальсоны, майка, шапка, балаклава. Все это сделано из материала, который в основном состоит из хлопчат. Бумажная такая. Среди весла такого комплекта обходятся в полторы тысячи рублей. Но труд девчонок бесплатный. А главное, что они делают это с душой. Настроение всегда отличное, когда шьем для наших ребят. Мы мысленно уже согреваем их и знаем о том, что наши изделия тоже их будут греть. Мы готовы поддерживать вот чем можем, словом, добрым, вот такими какими-то вещами. В каждый комплект девушки вкладывают детские открытки, иконки, которые помогают бойцам на передовой согреться не только физически, но и душой. А главное, победить противника и скорее вернуться домой. В перспективе девушки планируют освоить производство походных седушек, в которых нуждаются те, кто сейчас в холодных окопах на Украине. Александр Кривала, Повселен Воробьев, Новости дня. К другим темам. Накануне Ленинский районный суд избрал меру пресечения заместителю министра культуры области Анатолию Чехееву. Чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере. Анатолия Чехеева обвиняют в получении взятки на сумму 428 тысяч рублей от старого знакомого. В виде помощи при строительстве дома. Сам фигурант дела этот факт отрицает. Взятка, по мнению следствия, передавалась чиновнику за общее покровительство застройщика при строительстве и ремонте объектов культуры региона, в том числе в рамках национального проекта «Культура». Обвиняемый и его защитник просили отправить подозреваемого под домашний арест, однако судья избрал более строгую меру пресечения. Учитывая тяжесть предъявленного обвинения, конкретное обстоятельство делом и данные личности обвиняемого Чехеева, суд приходит к выводу, что избрание в отношении него меры пресечения и вид заключения под стражу в наибольшей степени гарантирует обеспечение задачи уголовного судопроизводства на данной стадии предварительного расследования. Представлены стороной защиты документы о капитальном ремонте объектов в рамках национального проекта «Культура». Почти год назад было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя подрядной организации, по которому Анатолий Чехеев проходил свидетелем. Теперь уголовные дела о хищении бюджетных средств, даче взятки и получении взятки объединили в одно. Дом, в строительство которого, по мнению следствия, вкладывал взятку в виде стройматериалов заместитель министра, оценивается в 20 миллионов рублей. Сам Анатолий Чехеев поясняет, что строит жилье с 2012 года всей семьей. И за это время его личный доход превысил эту сумму. Суд, посчитав, что обвиняемый может оказать влияние на свидетелей, и тот факт, что инкриминируемая статья предусматривает до 12 лет лишения свободы, отправил фигуранта под стражу до 21 декабря. У сторон еще есть возможность оспорить меры пресечения в вышестоящем суде. Это новости дня, и вот что будет дальше в нашей программе. Около двух тысяч оренбургцев переехали из аварийного жилья. План по расселению перевыполнен. Колбасы, бастурма и другие деликатесы. В областном центре состоялся смотр мясной продукции. Оренбургская сборная в четверке сильнейших. В Санкт-Петербурге проходит юниосское первенство России по настольному теннису. Мы продолжаем. Около двух тысяч жителей региона переехали из непригодной для жизни недвижимости в этом году. В Оренбургской области перевыполнен план по расселению из аварийного жилья. По нацпроекту жилье и городская среда в регионе расселили уже почти 40 тысяч квадратных метров. Это превышает запланированные показатели на 28%. Около двух тысяч оренбуржцев переехали из аварийных домов. Программу расселения реализуют с использованием средств Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ. В 2022 году на нее выделили более полутора миллиардов рублей, в том числе 277 миллионов из областного бюджета. Расселение аварийного жилья в Оренбургской области идет ускоренными темпами. Планируем выполнить весь объем в 2023 году вместо 2025. Для скорейшего завершения программы приняли дополнительные меры поддержки. Собственники могут получить компенсацию разницы между стоимостью аварийного и нового жилья. Это значительно расширяет возможности оренбуржцев, позволяет выбрать наиболее подходящие варианты для переселения. В прошлые три года расселили 44 тысячи квадратных метров непригодного для проживания жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Тогда из аварийных домов переехало более двух тысяч человек. До конца 2023 года в планах программу завершить и переселить еще три тысячи человек из аварийного жилья площадью 55 тысяч квадратных метров. Для выполнения этой цели в Оренбурже построят 16 тысяч метров жилья. Из них 2,5 тысячи ведут в эксплуатацию к завершению этого года, оставшиеся 14 в следующем. Более 17 миллионов рублей ежегодно россияне тратят во Всемирный день шопинга. Такие данные приводит известная торговая интернет-площадка. Планируют ли оренбуржцы участвовать в распродаже в этом году? С таким вопросом корреспонденты ОРТ вышли на улицы города. Самые интересные ответы в нашем экспресс-опросе. Чайки интересные вещи, можно и в любой день купить, не ждать распродажи. Когда есть возможность, можно всегда купить. Уже участвую. 11 число, поэтому всегда смотрю за этим. Планирую дистанционно через электронные магазины. Ничего не присмотрела пока, но обязательно схожу, потому что акции все-таки. Я думаю, нет. Я особо бы ничего не покупаю. Времени нет участвовать, правда. Так бы с удовольствием. Особо такого плана не было. Но так, если что-то выгодное будет, то обязательно купим. По результатам экспресс-опроса, больше половины респондентов ежегодно ждут ноябрьские распродажи. Чаще всего они заранее знают, что приобретут. Самые популярные категории покупок – мебель, бытовая техника или одежда. 27% опрошенных рады бы участвовать в распродажах, но из-за отсутствия времени на походы по торговым центрам, такой возможностью не пользуются. Около 15% оренбуржцев смысла в распродажах не видят. По их мнению, купить что-то для себя или дома можно в любой день. Другим темам. В областном центре состоялся смотр мясной продукции. На традиционном форуме свои товары представили предприятия со всего региона. Продегустировала продукцию наша съемочная группа. Алена Круглова и Игорь Бероев оценили качество изделий местных товаропроизводителей. В Оренбургском центре стандартизации сегодня десятки предпринимателей. В рамках форума для предприятий мясоперерабатывающей промышленности участники представляют разнообразную продукцию. Мясные нарезки, карпаччо, столы буквально ломятся от изобилия продуктов. На столах для дегустации вареные, копченые колбасы, пастрома. Одно из предприятий даже представляет холодец, к которому прилагается горчичка. Пожалуй, свой голос я дам за этот продукт. Продукцию товаропроизводителей дегустирует специальная комиссия, а также посетители форума. Каждый из них отдает голос за понравившийся ему продукт. Это мероприятие – отличная возможность не только оценить деликатесы, но и поделиться опытом. Важность событий отмечает и министр сельского хозяйства Сергей Балыкин. Мне хотелось бы отметить, что наши предприятия знают не только в области, но знают и в Привовском регионе, знают и в Российской Федерации. Вот буквально было недавно у нас участие на выставке «Золотая осень» на всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России», где наши предприятия были отмечены очень высокими наградами. Но сегодня на форуме чествуют не только производители мясной продукции. Внимание уделяют всем отраслям сельского хозяйства. Среди них оренбургские пуховницы и представители растеневодческих комплексов. Награду получает и одно из молочных предприятий Бугуруслана. Сегодня мы получили награду, войдя в топ-100 лучших продуктов России. Мы представляли наши сыры. Сыры были оценены, безусловно. Это очень приятно, когда труд, тем более коллективный, бывает замечен, бывает отмечен. Это очень и очень приятно. Добавим, это предприятие также было отмечено на агро-выставке «Золотая осень» в Москве. Продукцию реализуют на территориях Оренбургской и Самарской областей. В планах предприятия расширяться и осваивать рынки за пределами Оренбуржья. Алена Круглова, Игорь Бероев. Новости дня. Резонансная ситуация в Солилецке разрешилась. Напомним, в первых числах ноября в нашу редакцию обратилась жительница города. Она сообщила, крышу в многоквартирном доме разобрали в рамках капитального ремонта, однако работы приостановили. Три дня с потолка лилась вода. Обои отклеились, пострадала техника. Кроме того, практически во всех комнатах исчез свет. После выхода материала в эфир, жительница Солилецкая рассказала. Подрядчики обещали возместить весь нанесенный ущерб. Уже устранили течь, натянули новые потолки. Вышедшие из строя приборы пообещали заменить. И о спорте. Оренбургская сборная в четверке сильнейших. В Санкт-Петербурге проходит юниорское первенство России по настольному теннису. В молодежном первенстве участвуют лучшие игроки страны в возрасте до 22 лет. Сначала проводятся командные соревнования. Их начали 16 сборных. Состав Оренбургской тот же, что и в прошлом сезоне. Банников, Самохин и Кизимов. Эта команда имеет третий номер российского рейтинга. В первом круге наши получили в соперники нижегородцев. Обыграли их со счетом 3-1. А в четвертьфинале в напряженной борьбе сломили сопротивление самарских теннисистов 3-2. И место в финале теперь оспорят с главными фаворитами – москвичами. А их старшие коллеги, игроки основного состава клуба «Факел Газпром», отлично выступили на традиционном международном турнире кубок Александра Захарова. Соревнования в Верхней Пышме собрали около 200 сильнейших игроков России, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Четверо представляли Оренбургский флагманский клуб – Левенцов, Пайков и Вонин и Березин. На предварительном групповом этапе все они показали абсолютный результат и стали победителями своих групп. Плей-офф начали успешно, но во втором круге сошли с дистанции Левенцов с Березиным. Вонин уверенно разбирался с соперниками до полуфинала, где в упорнейшем матче в решающей партии уступил Жукову из Подмосковья и довольствовался бронзой. А победителем стал новичок «Факела» Михаил Пайков. Его турнирный путь получился тернистым. В одной восьмой, четвертой и второй финала он побеждал со счетом 4-3 и в главном матче обыграл Жукова 4-2. У Оренбургцев еще две медали. Березин взял золото в парном разряде, а Ивонин – серебро в смешанном. Анатолий Юденич, Антон Полянский. Новости дня. На этом все. Еще больше информации на нашем сайте orttv.ru. Присоединяйтесь и к группам телеканалов в социальных сетях. Теперь и вы – соавторы наших новостей. Если стали очевидцем какого-то события или столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, присылайте видео, фото и сообщения в мессенджеры ОРТ. Прямо сейчас номер на вашем экране – 8-987-852-6011. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире.